Православные верующие сегодня отмечают один из 12 главных церковных праздников – Крещение Господне. В этот день службы совершаются не только в храмах, но и на водоемах. Считается, что вода, освященная в Крещении, обладает целебными свойствами, очищает душу и тело. Ее принято приносить домой, хранить и пить в течение всего года. Но и по древней традиции люди в этот день окунаются в проруби. Первыми это сделали на Камчатке. Там природные условия позволили устроить контрастные крещенские купания. Сначала можно было окунуться в термальные источники, ну а затем подойти к озеру, где во льду была вырублена традиционная полынья. В соседнем регионе, в Приморье, купаться решились самые стойкие и выносливые. Те, кто не испугался сильнейшей снежной бури, которая бушует уже вторые сутки. Раздеваться и окунаться в Иордань, так по-церковному называется полынья, пришлось при пронизывающем ветре. Но рядом дежурили сотрудники МЧС, а отогреться и переодеться можно было в теплых автобусах. В Красноярске в 30-ти градусный мороз закалку продемонстрировал знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Оказавшись в Сибири по долгу службы, он пообещал местным жителям окунуться в одну из местных прорубей и не обманул. Валуев оказался единственным, кто не согревался перед купанием в бане. Всем здоровья, благополучия, Россия, с праздником! Ну а в Москве на крещение подготовили почти 60 купелей, в том числе и там, где нет водоемов. Например, в самом центре столицы, на площади Революции, где задолго до полуночи уже были очереди. Погрузиться можно было либо в портативный бассейн, а затем в соседней палатке подкрепиться горячим кофе и блинами. Но одним из самых живописных было освещение воды на Останкинском пруду, напротив которого находится Троицкая церковь. Около полуночи оттуда к берегу прошел крестный ход, после чего купание продолжалось около двух часов. Во многих местах церковный чин будет совершен также и утром после литургии.